Друзья, всем привет! Меня зовут Наталья Носова и я отвечаю на детские и не только вопросы. Сегодня я отвечу на вопрос Мирослава, 9 лет. Правда ли, что у щенков и котят с рождения голубые глаза и почему? Дорогая Мирослава, ну что ж, попробую ответить на твой вопрос. Надо сказать, что вообще щенки и котята рождаются слепые и при рождении не очень понятно, какого цвета у них глаза. Но вот когда у щенков и котят открываются глаза, происходит это в зависимости от породы, примерно через 10-14 дней после рождения, глаза у них действительно такого мутного серо-голубого цвета. Почему это происходит? Дело в том, что цвет глаз у животных и у нас зависит от количества граммов пигмента. Пигмент называется меланин. И вот этот пигмент образуется еще пока животное находится в стадии эмбриона, когда оно развивается внутри материнского организма. В районе нервной трубки есть такие специальные клетки, называются они меланобласты. И эти клетки отвечают за синтез пигмента в организме в разных его местах, например, в шерсти или в нашей коже, в волосах, в радужной оболочке глаз. И кроме того, эти клетки интересны тем, что они еще могут мигрировать и от нервной трубки передвигаться в разные районы организма, где необходим пигмент. И к коже и, соответственно, к шерсти эти клетки мигрируют быстрее, чем глаза. Поэтому, когда рождаются котята или щенки, у них недостаточно еще гранул пигмента в радужной оболочке глаз, поэтому глаза имеют очень светлый серо-голубой оттенок. У нас тоже цвет глаз зависит от количества гранул пигмента меланина. У людей со светлыми глазами этого пигмента меньше, ну и, соответственно, чем темнее глаза, тем больше меланина в радужной оболочке. Постепенно цвет глаз меняется, накопление происходит в накоплении меланина. И примерно к четырем месяцам можно уже понять, какого цвета глаза будут у взрослой кошки, например, или у взрослой собаки. Ну а окончательный свой цвет глаз животное приобретает, как правило, к двум годам. Вот такой достаточно длинный промежуток времени. Но известно, что некоторые породы, ну, например, хаски или некоторые породы кошек, такие, например, как турецкая ангора, это кошки, которые по стандарту породы имеют голубые глаза. Такая генетика, да, в их генетической программе заложено именно такое количество пигмента в глазах, его немного, поэтому цвет глаз голубой. Бывает еще такая ситуация, что у животного, а иногда и у человека, глаза разного цвета. Это явление получило название гетерохромии. Чаще всего такое явление встречается, например, у белых кошек, когда один глаз может быть голубым, а другой глаз может быть желтым или зеленоватым. Почему такое происходит? Происходит это потому, что белая окраска животного связана с особым геном, он обозначается латинской буквой W, и этот ген препятствует нормальной миграции пигмента, миграции вот этих самых клеток, о которых я рассказывала, от нервной трубки к нужным частям организма животного. Соответственно, бывает так, что к одному глазу пигмент все-таки доходит, а к другому глаза нет. И вот такие вот кошки называются разноглазые. Интересно, что часто у разноглазых кошек то ухо, которое расположено со стороны голубого глаза, оно не слышит, оно глухое. А в остальном, в целом, в общем, никак это на здоровье животного не отражается. Кстати, абсолютно не влияет на зрение. Животные эти видят так же хорошо, как и их одинаково глаза сородичи. Так что, в общем-то, это никак на них не отражается. Ну что ж, Мирослава, надеюсь, я ответила на твой вопрос, присылаю нам свои новые вопросы. И вы, друзья, присылайте нам свои вопросы, пишите их в комментарии к нашим видео, и мы с удовольствием постараемся на них ответить. И приходите, пожалуйста, в музей, мы всегда рады встрече. Всем пока! Ну, кстати, наверное, если посмотреть все наши видео на детском канале, то кошки лидируют. Это животное, которое вызывает максимально большое количество наших подписчиков. Это непонятно. Да нет, понятно почему. Потому что кошки самые популярные, по статистике, самые популярные животные домашние. Ну, если не считать каких-нибудь там кур.